Всем привет, с вами Деликатес, продолжаем проходить Hand of Fate 2. Испытание Колесница. Скверно распространяется по старому городу, от одного бедника к другому. Помогите Стелле и ее верным солдатам, найдите для горожан способ сбежать. Заражение. Уничтожьте как можно больше оскверненных и по возможности найдите источник заразы. Точность. Чтобы победить, понадобится продемонстрировать высочайшую точность и спасательные повозки. Спасайте мирных жителей, чтобы получить больше запасов и возможности на биваке. По припасам. Пища, золото, снаряжение. Божественная бомба, мы ее нашли в прошлой миссии. Грозовая бомба наносит 150 урона, фракция оскорененная. И все убиты оскорененные взрываются, ненадолго вызывая глушение рядом стоящим. Три использования. И темная жажда, тоже крутое оружие. Дополнительная слабость, требуется меньше урона, чтобы нанести сбивание с ног оскоренении врага. Тоже крутое. Изыскное клинок, конечно. Кольцо с рубином плюс 10 жизни. Гаситель, огнеупорность. Вот, может быть, сейчас поменяем. Пища, пища. Кольцо игрока плюс 2. И святая диадема обязательно нужна для этого задания, потому что тут есть медленный взмах. Уменьшает скорость, точность для биты. И в раскрое безумство. Может быть, еще что-нибудь взять. Ну, как-то остальное мне не очень надо в этом задании. Повстречим. Глубоководи, чтобы получить снаряжение. Взрывающаяся штуковина, чтобы получить. Артефакт. Переговоры свараем, потому что я хочу получить. Я теперь каждый раз его буду брать, потому что он платиновая прибыль. В колоду прибыли можно добавить платиновую карту прибыли. Мне нужно его пройти по-любому. Петнецкая болезнь. Получение золота и пищи. Засадная лючка, получение пищи золота. И вот ужасный лес. Мы еще раз попытаемся пройти ее. Сокровищая пещера, чтобы получить снаряжение. И еще снаряжение вот этой карты. Спутники я возьму скитальца. Поехали. Город в опасности. Колесница – символ контроля. Удержите в узде лошадей своих чувств и придите их в колеснице своей воли. Если получится, возможно, мы сможем колесить по этим дорогом месте. Господин Малифойвелл сидит на коне, смотрит вниз на солдат, которые выстроились в ряд перед ним. Город погряз болезней, говорит он с сухим тоном. Мы больше не допустим смерти солдат в этом месте. Он отдает последнюю команду. Во имя императора приготовиться к отступлению. Заблокировать ворота проездной башни. Никого не пропускать. На рассвете сжечь город дотла. Без колебаний солдаты начинают маршировать по мощеной улице по направлению к западной проездной башне. Один солдат остается. Это женщина в звании капитана. Она снимает шлем. Вы видите копну золотистых волос и повязку на глазу, которая прикрывает рану, полученную в битве много лет назад. Вы и Колбьерн... Колбьерн, извините. С удивлением смотрите на нее. Это солдат. Много невинных умрет этим утром, если ничего не предпринять и не восстановить справедливость. Объясняет она. Я прошу тебя помочь моим людям в поисках гражданских, чтобы вывезти их из старого города. Поторопись, скоро наступит вечер. Найти и спасти горожан, а затем вывезти их из города. Горожан спустила ноль из шестидесяти, а мы попытаемся всех спасти. Давайте зададим ей несколько вопросов. Спросите, кто она такая. Я капитан Фьори. Мы встречали ее, кстати. Говорит она, склоняя голову. Я командовал полком на северной границе. Я со своими войсками была вызвана в старый город и была готова вернуться обратно в столицу. Однако, судя по всему, в наше отсутствие империя не заботилась о своем народе. Я не могу отказаться от тех, кого я присягал защищать. Спросить, можно ли это сделать в одиночку. Не бойся, остались еще солдаты, которые помнят о долгой империи перед народом и верны своему народу. Мои разведчики прочесывают улицы в поисках людей. Они помогут, чем смогут. Спросите о плане. Я предвидела намерение Мэлли Фовела, так что мои разведчики сделали некоторые приготовления. На юго-западе есть проездная башня, которая была заброшена, когда прорвались зараженные. Если мы уничтожим оскверненных в этом районе, мы сможем легко провести гражданских в безопасное место. Оскверненных осталось 12. Вот мы получили задание, куда нам надо пойти. Победите врагов из колоды Увидания, чтобы добраться до проездной башни. Спросите о болезни. Здесь происходит настоящая трагедия. Пока внимание империи было приковано к северной границе, ее народ остался наедине с этой чудовищной бедой. Не обманывайся, это непростая болезнь. Она сводит с ума и искажает разум всех, кого поражает, превращая друзей, семью и любимых сумасшедших, ненавистных и агрессивных существ. Империя права, что опасается ее быстрого распространения потенциального охвата. Однако есть еще те, для кого этот город родной и кто пока еще не проклят. И эти души я намереваюсь спасти сегодня ночью. Скоро наступит ночь, надо поторопиться. Спросите о старом городе. Когда-то старый город был центром мира. Превосходные ремесленники, торговцы и лавочники приходили сюда из всех уголков мира для продажи своей продукции. Теперь этот город лишь тень своей былой славы. Хотя здесь по-прежнему живет много народу. Из-за беспорядков, творящихся на улицах и бушующей болезни, многие дороги заблокированы. Начать задание. Мой кучер будет следовать за тобой и поможет перевезти крестьян, которые могут встретиться тебе по пути. Если тебе повезет, помогут тебе во время твоего путешествия. Они помогут. Протеши улицы и убей зараженных. Я сообщу, когда путь будет расчищен. Спасенное граждане добавляют возможности на биваке. Так, давайте сюда. Гниль затрагивает все, повсюду ее следы. Улица города. Вдоль улицы выстрелись в ряд высокие здания. Окна на нижних этажах забиты по указу империи деревянными досками. Тщетная попытка помешать распространению болезни. Вы проходите без каких-либо происшествий. С этой улицы видны другие пути. Опа. Давайте сюда сразу же. Возможности проявить способности. Почему это все не было помещено в одну, сука, строчку? Вопреки голосу разума, вы решаете обратиться в гильдию воров и попросить покровительства в поисках денег на предстоящее путешествие. Два успеха и провал и большой провал. Успех. Некоторые члены гильдии поддерживают ваше начинание и предлагают помощь в будущем. Дилер добавляет выбранные карты в колоду прибыли. Так. Золото 40, пища 20 и плюс 15 максимальной жизни. Наверное, надо было пищу взять. Ну ладно. Остальные не проявляют особого интереса к вашим злоключениям. Дилер добавил карты в колоду прибыли. Улицы города. Голд... Горд полностью вымер. Дома стоят пустые. Все, что осталось у руины, готовые вот-вот окончательно рохнуть. Гнец скверна. Для удачной операции нужна точность. Внезапно вас окружает получище оскверненных, которые прорвались через ворота и заполонили район. Они бездумно ходят на месте вперед-назад, дергая конечностями. Кажется, они... Что они вас не замечают? Напасть на скверненных. Конечно, нападаем. Коль Берон держит мечи наготове. Ай-яй-яй, моя техника, она не стоит на месте, и вместе с ним меняются те испытания, которые они предполагают. Вы наносите несколько ударов, но зараженные не погибают. Вы отражаете их ответные удары. Остальные зараженные поворачиваются на движении и с громкими воплями бросаются на вас двоих, размахивая руками. Да, чтоб тебе! Неудачное время для того, чтобы ваши навыки оставили вас. Да-да, прежде чем вы успели нанести удар, зараженные отталкивают вас назад. Они в ярость окружают вас. Здесь же не нужно защищать какого-то грёбаного фермера с тупым ИИ. С этим здоровым чуваком. Любые битвы не страшны, когда есть здоровье. Блядь, я же нажал на суператаку. Отзывчивость управления, конечно. Оставляй желать лучшего. О-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А мы с ним справились надеюсь получу снаряжение кажется это последний из зараженных замечает кольбер держась на сторожей вы продолжаете продвигаться по извилистым удочкам улочкам так плюс 4 слава вдоль улиц выстрелись в ряд высокие здания окна на нижних этажах забита по указу империи деревянность да да это мы читали сам стилл ограден герой некоторые все еще сражается но я не чувствую что и их час близок явственно доносящиеся звуки сражения привлекает ваше внимание группе горожан на которые нападают зараженные отважные воины в одиночку сдерживать целые полчаса чудовищ выбросайте химу на помощь конечно бросаемся мы же отыгрываем доброго чувачка но побыстрее выбить молд и маятник эти сначала с этим разберем хочу блин нужно же крестьян спасать вообще все лежат дохлы крестьяне надеюсь они не сдохли надеюсь они не сдохли потому как нам надо 60 чуваков спасти оскорбленных осталось что-то хоть что-то выполнили уже вы как раз вовремя заявляет воин сомневаюсь что я смог бы долго сдерживать их я могу отдать вам кое-что из снаряжения продолжает он не думаю что оно мне еще пригодится если будет такое желание обратите ко мне спасена гражданских припеть они не сдохли это хорошо на биваке доступно больше снаряжения вы объясняете выжившим план капитана фиори и помогаете погрузиться на повозке до стенки в коробке флосе космос верность пронизывает город против все к чему прикасается у нас есть сообщение от капитана фиори говорит солдат приветствую вас полчища зараженных у ближайшей проездной башни уменьшилась гилер убирает жетон скверная но есть проблема скверна растет из земли блокируя все пути для повозок и и надо уничтожить она распорядилась чтобы мы просоединились к вам продолжает солдат если вам нужна наша помощь только попросите верность эстрела подкрепление заряды 5 и 5 перед боем дает возможность вытянуть карту имперского союзника количество зарядов 5 или 7 если ваш спутник эстрела после чего карта сбрасывается ооо мы получим после этого испытания значит союзника стрелу это круто что там про складу давайте засаду выполнен нагнем этих чуваков нет нам не нужно это карта мы так с ними справимся плюс получим снаряжение или золото чёрт а как и добивающего у него в принципе все в порядке с уроном но мне интересна способность стрела и что она дает давайте поищем добычу несколько верно да давайте нападем дилер убрал одну конс карту монстра загорелась то есть прибавил одну карту да а не в потере здоровья ох то хреново призвать нет нам не нужны помощники не так справимся и помощники только мешают а 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 на этом уровне вообще реально то оружие прокачать меня у получить мониточку черт отвлекся на моего союзника но эта миссия явно полегче чем до этого влюбленную пока что миссия с которой я испытывал условность это влюбленная потому что у меня постоянно умирал этот гребаный фермер так проездная башня у ворот так давайте вот сюда посетим чё там открылась нового пути не обнаружены next time в следующий раз возьмите с собой больше еды благодарны горожане что вы потеряете к взял флот блять вы натыкаясь на группу испуганных крестьян мечущихся в поисках убежища мы слышали что империя оставила город кричат они пожалуйста помогите нам вы объясняете им план капитана фьюри помогайте погрузиться на повозке спасено гражданских плюс 8 круто благодарим вас говорит женщина поднимаясь на повозку у меня совсем мало провизия но если она вам понадобится я охотно продам ее у нас нихрена золота нет об она сейчас сразимся сейчас сразимся и у нас будет снаряжение хоть какое-то наконец-то и и и и и и и Побежал. Так, изысканный клинок. Нет, мы его не возьмем. Пища 5. Круто. А вот теперь... Так, а что тут у нас? Тут улицы города. Новая улица появилась. И вот здесь. Еще одни горожане. Еще плюс 8. Круто. Вот эта карта осталась открыть. Новые пути не обнаружены. Ну вот и все. Мы, в принципе, открыли. Давайте пойдем в Билак. Немедлите, город вокруг вас разваливается. Давайте поедим или нет? Посмотреть миссию. Да-да-да. Проговать. Один гаситель всего по снаряжению продает. Это очень плохо. Почему я не могу продать-то? Бля. Только еду купить могу. Пища 3 за 3. Покупаем. И еще 3 пищи. В принципе, все можно купить. Изысканный клинок у нас уже есть. Значит, с деньгами проблем пока не будет. Давайте тогда поедим, установим здоровье и пойдем на эту карту серы. Все, я думаю, хватит. Платил ли вам? Понятно. На вашем пути разлегся зловещий лес. Мортифернума. Устроить бивак на пушке леса. Давайте устроим бивак на пушке леса. Возьмите бивак на пушке леса. Я надеюсь, что вы научились быть их мастером. Так. Ну, да вы, да вы, да вы. Мле. Вы пережидаете ночь, но ничего примечательного не случается. Опять мы с ним не смогли пройти. Ну, ладно. В следующий раз в этом городе еще многих нужно спасти. В воздухе витает запах гнилой плоти. Произная башня у ворота возвышается над вами. Ее стены покрыты слоем скверна. Когда вы подходите, капитан приветствует вас. Хо-хо. Нифига себе. Все так, как доложили разведчики. Говорит Кольберн. Скверна заблокировала путь для повозок. Поторопитесь, мы срови... Так. Напасть на зараженных. Давайте нападаем. Нет. Нет, нет, нет. Мы никого не будем призывать. Мы так справимся. Оружие, правда, надо было поменять. Ну, да ладно. Пока что за херня. Скверна. Сама земля стала бессильной, сломленной и разбитой. Атаки со вспышками скверны, которые связывают и наносят урон своим целям. Используйте уклонения, чтобы избежать их атак, или быстро изменить направленный движок, чтобы схватиться. А ее можно убить? Да. Бля... Я где мой спутник, ёпта? Чё-то мне кажется, они быстрее стали. Черт. Где мой спутник? Черт. Если бы я знал, я бы взял с собой имперцев. Честный слой. Ага. 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 Скверна нет, но вот эти вроде как усилились, да? Ага. Ага. Продолжение следует... 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 крестьяне мои сдохли нахер вызывать вы становитесь каким-то монотонными что пресс x тулин а 4 слава получаем они верят то что огонь из боя это болезнь болезни в городе она в самой земле она будет очищена но не так горящий снаряд снаряд катапульта с ужасным грохотом врезается в постройка поблизости от вас сила удара сотрясает здание обломки его стен заваливают улицу перед вами коль биран ладонью прикрывать глаза от яркого света быстрее найти другой путь в разручивать полоски пытаясь искать дорогу в обход района их террориза файна майндан майон объекта митинг айфборта sky of mindless Кирилл так, что-то стало много опускать ворох видя, что стая повержена, горожане бросают на помощь крестьянам те благодарны вам за заступничество так, здесь мы видим еще одно колесо каждый из них отличается от других, но есть и сходства пища 5 хорошо это должно помочь спасенные жители плюс 5 что-то о может быть получим снаряжение гаситель нафиг нафиг я его вообще взял в колоду пойти в пещеру взять снаряжение о это было близко я позиционировал в романе не 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 а но мы не Даже посреди разрушений всегда будут торговцы, надеясь заработать. Вы натыкаетесь на торговца и его семью. Благодарный торговец. Вы объясняете торговцу и членам его семьи план Капитана Февера и помогаете им покрыть палки. О, спустя на гражданских плюс 8. Круто. Теперь на биваке можно продать снаряжение. О, это хорошо. Давайте отправимся на бивак и продадим наш клинок. Изысканный. Гаситель. Давайте гаситель продадим. Ну нахер нам нужен? Нам нужна еда. Нам нужна еда. Просто купим всю пищу, как всегда. Денег у нас хватает. Тем более одна пища за один золотой. Ну это круто. В других играх продавалось там 3 пищи за 10 золотых. Так что это более чем выгодное предложение. Снаряжение. Что там? Божественная бомба. 150 урона, фракция скверняная. За 12. Да, давайте купим. Почему нет? Закончить торговля. Все, сняться с бивака. Пойдем налево. Что тут у нас? Гнеть скверны. Напасть на скверненных. Ай-яй-яй. Что скажется невозможно? Продолжение следует. Еще одна битва со скверненными. Отлично. Слушайте, это полезное снаряжение? Очень экономит время. Хорошо, что мы его купили. А скверненных осталось 5. Так, давайте так же слева проверим. Что там еще? Болезнь. А вам интересно, что там за вратами смерти? Эта скверна лишь частица целого. Сразиться с скверненными. Давайте сразимся. Ну, тут оскверненных мало. Я не буду использовать бомбу. У нас осталось 2 штуки. . Дäreну. С喂. Это сringен. Ай-яй-яй. Сrijен. Продолжение следует... Продолжение следует... Оскверненных осталось ноль. Давайте останавливаем... Жизнь 15. Круто. Спасенные жители 5. Доклад разведчиков. У нас есть послание от капитана Эстелла, говорит солдат. Приветствую вас. Получение зараженных в проездной башне уменьшилось. Дилер убирает жетон скверны. Все по-прежнему ворота заблокированы толстым слоем скверны. Повозки не могут пройти через нее, скверну надо уничтожить. Вы благодарите разведчиков и заверяете их, что в своевременно придете к проездной башне. Так, ну тут не так много карт осталось на самом деле. Продолжение следует... Еще плюс 8 гражданских. Так, а вот здесь что? Ооо, это же дядя Озвин. Вы случайно натыкаетесь на дядю Озвина, гоблина, продающего прохожим в своей безделушке. Он не подает виду, что знает вас. Есть взрывающаяся штуковина. Интересуйтесь, цена высокая, но справедливая. Попросить, зарядите один из ваших артефактов. Попросите артефакт под названием «Сосредоточиться». Давайте возьмем его. Кладезь снаряжения отсутствует артефакта типа «Сосредоточиться». Возьмите лучше вот это. Пища 7. Ммм, круто. Пошли 5. Ммм, круто. Ммм, круто. благодарные герои вот еще раз спасем еще пять крестьян у нас есть бомба просто чтобы не рисковать что их убьют спи за один взмах мы здесь можем закончить вот так вот почти а Колодные нищие с каждым шагом скверно распространяются все дальше. И ваши шансы на победу уменьшаются. Вы замечаете группу шатающихся по переулку беспризорников. Кажется они голодны. При вашем приближении они прячутся в куче брошенных ящиков. Объяснить, что вы собираетесь помочь. Попытаться поймать их, предложить детям еду. 8 единиц пищи. Блин. Это все, что у нас есть. Откуда она знает, что вы не такие, как они, скакивает один ребенок? Откуда она знает, что вы не больны, как те чудовища, говорит другой. Дети продолжают прятаться за ящиками. Давайте предложим тогда их еду. Старший ребенок осторожно протягивает руку, хватает пищу и тут же съедает. Голод одливает остальных детей. Они выходят из-за груди и начинают жадно глотать еду. Вы завоевали их доверие. И они охотно влезают на повозки. вы продолжаете пусть. Мы спасли гражданских. Это круто, но мы без пищи это плохо. Может быть можно купить пищу? Да, можно купить еду. Так, а теперь что там со снаряжения? Святая диадема. Что мы можем продать? Нет, бомбу мы продавать не будем. Тогда покупаем. За 9, 10 единиц пищи. Это круто. Тогда давайте еще возьмем снаряжение, вот это цветовый диадема. У нас еще 18 единиц золота осталось. Купим еще еды. Гнезд Кверна. Ну давайте нападем. Мы взяли диадему, так что теперь будет медленно двигаться. Блин, теперь намного удобнее слушать с этой диадемой. Опа, даже на золотую нарвались, это круто. Ваше оружие бьет в цель, вы пробуетесь прорубать себе путь в толпе зараженных, не успевающих ответить вам. Дилер убрал две карты монстров. Круто. 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 ЮMP. Круто. Та. Круто. Факушки. Ага. Хорошо. Окей. Да... VRía. Звучит. Рко- Это- Продолжение следует... Жаль, с них снаряжение не падает. Просто слава. Слушайте, я, кажется, пропустил вот эту карту. Бедняцкая болезнь. Вот теперь я точно прочувствую снаряжение. Бедняцкая болезнь. Бедняцкая болезнь. А нет, только золото. Хм, темные переулки. Блин, когда мы уже прошли почти эту карту. Нет, мы пойдем за сундуком, потому что там так себе колечко. Ах, темные переулки. Ах, темные переулки. Черт. Блин, как так, а? Пропустил удар. Ах, темные переулки. Ах, темные переулки. Ах, темные переулки. Благодарю. Ах, темные переулки. Ах, темные переулки. Ах, темные переулки. Капитан. Настояно потом. Чёрт, офига. На, все, бомбу. Просто вдвоём гасим, это, сволочь. Ну и уж, как упали он вздох. В последнее время с одобрения Императора творится всё больше неправедных дел, говорит Капитан Фьюри. Грядёт что-то неладное, она перестаёт размышлять вслух и угрюмо смотрит на вас. Империи бы не помешало иметь на службе человека вроде тебя. Вы подружились с солдатом и стрелой. Так, открываем. Это отличает вас от прочих. Нет проблем, которую Калос не мог бы решить с помощью смерти. Но вы оказываете милосердие. За то, что нашли безопасный путь сквозь зачумленный город. Болезнь. Алхимик. Хижина и вонны. И уличный боец. За то, что нашли безопасность. Да-да-да. Имперское бремя. Бича лучника. Благосклонная фелвина. И неуловимый амулет. Новое кольцо круто. За спасение кузнеца из старого города вы получаете припасы. Кожаный доспех. За дружбу со стрелой. Мэр дальноводья и солдат. И также золотая монетка. За спасение всех жителей старого города. Содрагание Радгара и спутник ловкача. Круто. Крутая музыка. Жаль, длится недолго. Ну вот мы прошли колесницу. Я больше не могу давать вам поблажки. Узурпатор их вам не даст, поэтому я должен испытать вас перед темой, как вы предстанете перед его вратами. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Пока.